Придумал я сам танк нарисовать. Детям нравится. Каждое утро в этом детском саду на песке появляется новый шедевр. Сегодня на площадке красуется танк, в песочницах – звёзды. Дворника, который рисуют необычным способом, в Восточном округе знают многие. В прошлом году своими шедеврами он украшал площадки 146-го детского сада, теперь – третьего. Приятно, когда отношения все воспитатели, дети, дядя Валера называют, здороваются, родители здороваются. Мне это приятно. Мне изюминка какая-то нужна, активность нужна. Многие дети говорят, вот я вырасту и буду тоже, как вы, художником. И действительно, в стороне дети не остаются. Желающих помочь дяде Валере всегда много. Мы идём посмотреть, или мы идём ему помочь. Помогаем ему тоже какую-нибудь фигуру сделать из песка. Машину я делал, танк. Сейчас Валерий Кардашин на пенсии. В прошлом был капитаном судна. Кстати, творчеством занимался только в юности. Возобновить любимое занятие решил после перерыва в 40 лет. На радость детям. Когда я у него спрашиваю, говорю, вы не расстраиваетесь, что дети бегают по вашим шедеврам? На что он всегда говорит, ничего страшного, я завтра что-нибудь новенькое придумаю. Поэтому мы вообще очень рады и довольны, и счастливы, что у нас такой человек появился в нашей команде. Песчаные шедевры действительно недолговечны. Из-под метлы и лопаты Валерия вышли десятки картин. От дворника не отстают и воспитатели. Сейчас в разгаре подготовка ко Дню Победы. На асфальте красуются тематические рисунки. Здесь ребята мастерят голубей, а рядом фейерверки. Вся Россия ждет этот праздник. И мы с ребятишками тоже. И мы решили создать вот такой вот красивый праздничный салют Победы. Взлетают звезды тут и там. Сегодня в городе салют. Салют Победы над Невой. Чудесный праздник огневой. Дарина Халина, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.